Что, доводчики не работают? Короче, Александр Николаевич собрался опять в Финляндию обсудить вопросы с нашими, так сказать, стратегическими партнерами на переволочном пункте, но поскольку человек русский, говорит Александр, дай будильник! Парковаться буду! Лучше 6 евро бурасовать на воздух. Смотри, можно показывать что-то, и никто не поймет, что... Ты мне сейчас показываешь? Нет! Что-то надпись провоцирует, да? Ну, естественно. Don't touch my Mitsubishi. Ой, друзья, доброе утро! В Петербурге сплошные ураганы. Каждый божий день уже Сергеич в перчатках что-то мерзнет. Музыку потом наслушаем. Такой стоит в рукавичках. Ратуте! Ох, как ветрено! Прям не выйти! О, сдувает! Не выйти из тачки! Сейчас, подожди, дай я до тебя забегу! Холодно в Питере! А, вообще... Привет! Здравствуйте! Что? В Питере холодно! И вы, господа, не смотрите, что солнце на дворе! Так-то холодно уже! Очень! Компания Тракт Прувет! Хорошие перчатки! Хорошие перчатки! О, кофе, да! Я... Я не понимаю, у тебя глазик не горит, в курсе, нет? Да? Да! Да! Потому что один из них ксенон китайский, а второй уже мертвый китайский ксенон! Это нормально? Да, поэтому мы сейчас поедем к Демасу, финавтопартс, возьмем нормальные противотуманки... Что ты мне пальцы в рот пьешь? И будем отколпозить! Да ты что, что-то... Да, да! А, у меня сегодня вообще великий день! Что, клизму чинить надо? Нет! Георгий Александрович, что значит нет? Ты подожди, подожди, что значит нет? Ты когда последний раз клизму... Ладно, когда мы последний раз клизму ремонтировали? Оговорка по Фрейду! Да, давайте окунемся в терминологию! То есть, Георгий Александрович, когда ты в последний раз чинил клизму? Слушай, ну там мелочи, там мелочи, смотри! Значит, отключает один цилиндр, нужно поменять свечки Значит, ошибка по лямбда-зонде Лямбда-зонду надо делать Значит, надо колодосы поменять Подержи! Это вообще, это мой, спасибо! Да, я понял, ну-ка, смотри как Смотри как Да, 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 да вот так. Пальс-то оттопыр!!! А, в..dou ссли? Я тоже такие хочу. У тебя еще есть? Смотри, можно показывать что-то и никто не поймет, что.. Ты мне сейчас показываешь?? Нет... Резкость. Короче, надо сделать, Blechmo. А ты что будешь делать? Чё, ну те по-что глаз будем делать? Застави его моргать. Ты точно не показывал? Нет, ты что, нет, я нет. Я тебе? Да как ты подумать, там вот это такое. Все возможно. Я тебе расскажу историю, смотри. Гарри Поттер-то подлесенка, а мы все-таки не Гарри Поттер. Что нам подлесенцу, тут Минскач. Нам, кстати, пацаны звонили, хотят еще один отдать. А, да? Так надо брать? Правило независимых экспертов какое? Бьют, дают, бери, бьют, бери. Ну, больше бьют, чем дают. Ну, все равно, что же делать, не мы такие, жизнь такая. Так вот, по поводу того, что дают противотуманкам. Почему надо менять противотуманки? Одной простой причине, потому что сзади там крышечки вот эти вот. А когда ставишь синоновые лампы, там вот эти крышечки надо... Ты колхозник? Я. Но это не я, это было уже до меня. А, это было так? Ну ладно. Было до меня, я просто продолжил. Просто не твой почерк, я не замечал. Твой почерк не мой, да. И теперь я просто пришел к выводу, что просто нет уже технической возможности и желания раз в полгода менять этот чертов ксенон. Даже я покупал самый, короче, какой-то хороший, который мне говорили. А крышечки купил? А сейчас к Димону поедем в финно-автопарту и выясним. О, я понял. Давай так. Ты ищешь перчатки, а я допью твой кофе. Не честно. Перчатки из кофе. Зато дешево и практично. Ну ладно, обойтись одним кофем, да. Сейчас тебе принесу вторые. Холодно уже, поскольку. Ой, слушай, меня же перетряхивает. Так кофе пьем горячий еще. Что? Два великих человека стоят рядом. Не побоюсь этого слова. Великий Алексей Михайлович. Ре, руководитель с большой буквы Ре. Понимаете? И Николаевич из 90-х с большой буквы тоже В. Ну, неважно. Короче, Александр Николаевич собрался опять в Финляндию. Так, чтобы обсудить вопросы с нашими, так сказать, стратегическими партнерами на переволочном пункте. Но поскольку человек русский, говорит, Александр, дай будильник. Парковаться буду. Вот 6 евро вырасывать на воздух. Ну что, это тебе. Чтоб ты не мерз. Давай лапу. Да, давай. Давай. Оп, смотри, как? Нет, что-то пошло не так. Куда-то палец сделал. Понимаешь, у меня отсутствует главный. Давай еще раз. Ты куда-то. Давай с первого раза это сделаем. Так, с первого раза уже все. О, все, теперь ты тоже утеплен. Это закрываха. Это чтобы факи показывать и никому, чтобы никто об этом не знал. Ну, пальцы согни, то ну. Ну, видишь. О, я же говорю. И смотри, и сейчас вот сниму, и ничего как бы не будет. Смотри, видишь? И пальцев нет. И пальцев нет. Не, прикольно. Да, тепло будет. Прикольно. Вот вообще Андрею Игоревичу респект. Да. Реальный респект. Вот так. Вот так, оп. Поехали. Стрелять можно, смотри. В смысле. Кому что? Вот смотрите, Алексей Михайлович. На рыбалке. Ты куда? По рыбам стреляешь, что ли? На рыбалке. Поехали. Солнце еще высоко. Да, поехали. Запчасти заказал? Да. Надо заехать забрать сейчас. Ёпте. Так что, поехали. А? Не рано обулись. Холодно. Ты сам-то посмотри на себя, да. Это осеннее. Ну, еще плюс кофта. Я стесняюсь спросить, у тебя зимний, как у сутенера, что ли? Дубленка. Во, во, во. Дубленка. Короче, мы поехали. Да. Да. Николаевич, ты когда стартуешь? Завтра утром. Завтра утром? На сколько? На три дня. Три дня? Мужчина ты. В сауне привет передам. Окей. Ну, передавай привет всем нашим. Друзья, если вы хотите экономить на страховке, хотим вам посоветовать замечательный сервис страховка.ру. На страховка.ру.ру вы можете застраховать ОСАГО, путешествия, жизнь и здоровье, а также недвижимость. Причем сервис очень прост в использовании. Вам нет необходимости вводить всевозможные капчи, отправлять смс и так далее. Вы просто вводите свои данные, сервис автоматически рассчитывает стоимость страховки, предлагает вам выбор множества страховых компаний и присылает вам полис на почту. Сервис страховка.ру.ру автоматически посчитает ваш стаж, возраст и коэффициенты по вашему страховому полису. Все очень удобно и все в одном месте. Есть очевидный плюс, вам не нужно ходить, стоять в очереди, выбирать лучшую страховую компанию. Заходите на сайт страховка.ру.ру для того, чтобы выбрать лучшую компанию по лучшей цене. Все ссылки в описании. Что, доводчики не работают? Не пугай меня. Не пугай. Это BMW. Ты же знаешь. Где, кстати, Цезарь? А, Цезарь Финн автопаркется. Сам спросил, сам ответил. Что происходит? Мне, Беоргий Александрович, когда холодно. Вообще просто. Я лучше прилипну, чем примерзну. Сейчас не будет комментариев. Что ты ни по камере заднего вида не позеркала? Не будет таких комментариев? Я не знаю, вон, смотри, вот у него камера-то есть, а он, смотрите, как это делает. Камера, кстати, говно, но надо ее менять. Так это мы уже полгода делаем? Да, 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 да. Да, да. Это что, Ла? Это брызги по датчике парковки летят. А, это они так говорят, что нам не мокро? А, прикольно. Боевая умная машина. Очень. Да, даже чересчур. Одна. Я могу вот так делать. Как? Смотри, баймай. Драй-те. Там липучки, они приклеиваются же. Да, да. Нормально. Фин автопарт. Я. Поехали. Ой, да осень в Питере, конечно. Дожди, пробки. Я не понимаю, правда, почему люди в дождь пробки создают. Аквапланирование и все вот так. А голова где? Под рулем. Ага. Ну, хорошего, что-то старое. Я столько анекдотов, короче, из Германии привез. Ты не представляешь. Я... Я такая... Нет, я на камеру не могу рассказать. Тебе эти анекдоты. Да, но они очень интересные. Выключай, сейчас расскажу. Анекдоты потрясающие. Но, понимаешь, не для камеры. Но офигенные. Хорошо. 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 Вот тут протрих на крыше, конечно, вообще. О-о-о-о. Боже, не, конечно, я понял, да. У немцев есть тоже чувство юмора. Они реально отжигают. У них анекдоты. Ну, нормально. Я думал, русскому точно не могут зайти. Немецкие анекдоты, но... О-о-о, смотри, мы даже двери не задели. Что странно. Добро, пожалуйста. Ты что, там дверь, осторожно. У нас же тут ураганы. Ураганы. Здравствуйте, господи, 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 господи. Мы тоже к зиме готовы, видишь, что сидишь. Да-да, вот сидишь в куртке, я вижу. Да-да-да, туманки. А-га. Туманки, ага. Да? А, нету. Смотри, он даже в лице не меняет. Да-да, ему вообще пофигу. Что есть, что нету. Вы что меня ходите, наличием, отсутствием противотуманок? Ладно, ладно. Нет, не подожди, надо еще протереть. Еще? Еще, блядь. Теперь хорошо. Пожалуйста. О, про флев, да? Как за груди? Как просил. О, с крышечками же. Не трогай. Короче, весь смысл, что крышечки отдельно от противотуманок не поставляются. Ага. Это я вот господам колхозникам говорю, которые пойдут по пути этому. По стопам прям. Да. И, соответственно, лампочки. Сейчас посмотрим. Лампочки тоже не поставляются, но это не страшно. Лампочки мы купим. Фишка в том, что вот эта штука, это вентиляция. Это не просто заглухо. Там ее... Что, сломать хочешь? Ну, не будем отчпакивать, да. Но это вентиляция, чтобы, видишь, там дрыжки, чтобы ничего не потело. Ага. Что еще? Куда еще? Ну, что еще-то? Не, кому? Тебе все. Тебе все. Тебе все. А, что ему? Подушку. Подушку, да, вот точно. Подушку двигателя. Да, да, да. Ту, которую невозможно порвать, мы думали. А, на клизму-то? Да. Скажи, нет. Я ему сказал, что нет. Он так, он мне уже сказал. Я ему пообещал, что найду. Подай мешочек, пожалуйста. Да, конечно. Смотри. Я вот так вот. Да, это обязательно. Вообще, как говорят немцы, филинданг. Это самое. Расскажи, что что-нибудь интересное. Даже регулировка, видишь? Кого? Против туманок. Зачем? А что, по голове можно стрелять туманок? Что, серьезно? Ну, они же линзованные. И что? Это же X5. Верху, слева, право. Старое ржавое ведро. Ну, интересно, линзы там. Блин, туманки линзованные. Охренели, что ли, фашисты? Вообще, просто ужасно. Так, а что? Да невозможно это сделать, понимаешь? Я нашел минус пакет не открыть. Это минус твоей перчатой. Тогда мы про это и говорим. Владимир. Будем регулировать? Да. Во что? Как карбюратор, сколько надо повернуть? Таблицу. Как таблицу? О, спасибо. Даю, перебьет, беги, понимаешь? Ты и тряпочку тогда забирай. Тряпочку не буду забирать. Господа. От лица... Да, да, да. Очень хорошо. Очень хорошо. От лица независимый эксперт. Я выражаю финавтопарт в лице. У нас есть визитки. Лишний раз наш. Окей. Я выражаю благодарность. Спасибо тебе большое. Приятно, что вы еще храните наши грибы. Куда без них. До новых встреч. Грибы. Все, счастливо. Все, счастливо. Удачи. Это наше. Все. Все. Все, удачи, Демас. Давай, счастливо. Как Цезарь-то? Разобрали уже? Да. Хорошо. Я вижу, вон он стоит, родной. Где Цезарь? Вон родной. Вон он. Где? Вон. Все. Это все тачки в разбор. Пошли вы еще. А что, не пойдешь смотреть? А что там? Ну пойдем посмотрим. Дождь пошел просто. Дождь идет. Ветра нет. Вот, видишь, нормальные тачки стоят. Марк стоит. Ну. Ну и Цезарь надо здесь стоить. Ну. Вот, отличная тачка. Марк хуже, чем Цезарь. Все, все нормально. Как сказать? Все нормально. Слушай, мне кажется, просто реально, вот это сейчас в разбор пойдет. Ну, нет. Нет, там пацаны ездят. Тут, видишь, суперчарджер стоит. Какой разбор. Видишь, замки все четко. Смотри, сидушки нет. А, руль справа же. Что я смотрю-то? Томино Момокотосо. Поехали. Поехали. А знаешь эту песню? У губ твоих картошкин, картошкин вкус, твой шепот нежный, нежный, ты белорус. Я такой не слышал. Я что говорю, может, пожрать заедем? Сейчас запчасти заберем на клизму и заедем пожрать. Не, 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 Георгий Александрович, если ты хочешь есть, заедь. Я не хочу. Это начнется, вот эта пирожковая лень у меня откроется, после которой захочется сиесты. А это мне еще клизму делать, я ее сегодня не сделаю. Если еще и поем. А пирожковая лень-то, она коварная. Она, да. Она такая подкраду. Вроде сначала ты не думаешь, что она вообще придет. Но она столько приходит всегда. Да, и ты... И ты понимаешь, все, ждешь и ждешь. И она так постепенно, постепенно, постепенно тебе подходит и захватывает тебя. И все. Да, и ты все, это как розмарин тебе так... Люблю овощи. Хорошо, да. Ну, это... Вот почему мы так созданы? Почему, когда поедим, хотим спать? Что это за желание у нас возникает? Такие странные. А есть физиологическое объяснение. Кровище от мозгов туда. А, в желудок прижим? В желудок, да. А у нас с тобой так-то там кровища немного. Нет, немного вообще. Вот. Поэтому, понимаешь, остатки, и мы как-то... Ну, да. Но я все равно поеду. Нет, ты поешь, а я не хочу. Честно. Нет? Угу. Прям тошнит. А, да? Угу. Ну, спасибо, спасибо. Спасибо. Ну, в смысле, что если тошнит, то туда. Я не Люфтганзу. У меня нет пакетиков. Я понял. Ой, поесть-то мы поели. Съез-то так хочется сделать. Прикол, господа. Вот в этом автомобиле Xenon устанавливается, а вот в этом автомобиле Xenon снимается. Но это еще не все. В автомобиле Honda была найдена вот такая вот колодка предохранителей. То есть нас в очередной раз хотят, так сказать, уиграть. Георгий Александрович, ты видел? Это предохранитель. А, ништяк. Только знаешь, что забыли положить? Ниточки, как в советское время, чтобы наматывать, если что. А тут оно, видишь, одноразовая вот такая вот одна колодка. Одна огромная. Если один перегорит, то все менять. Да. Ты представь. Нравится. То есть теперь не просто по одному, а вот целой колодкой. Здесь, короче, тридцать, 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 значит, сорок, шестьдесят. Да, да, да. Ну что ж, денег стоит, наверное, уф. Наверное, просто космос сколько денег стоит. Это же... Выглядит как тысяча на три. Ну, я бы сказал полторашка. Отнеси обратно. Полторашка. Да, это лучше положить обратно. У тебя как дела там, кстати? Разбираем. Что, все? Что, все? А покажи свой колхоз. А колхоз вон там. А, там? Давайте посмотрим туда. Ага. Это можно трогать уже. Можно. А лампочки капец. Или блоку капец. Да какая разница? А вдруг не годится? Нет. Мне насрать. А, я понял. Только ты оставь так, чтобы это живое было. Пожалуйста. А то у меня... Что, в кризму поставить? У меня же ксенон есть. Это, так сказать, донаты будут. Это надоело. А мне нет. Я не понимаю. Снимай. Чувак такое решение принял. Потому что он с завода ксенона выезжает. А у тебя с завода не было там ксенона. Поэтому любой тюнинг к чему приводит к попадалову. Так-то. Я охота пожрали. Я говорю, сиеста нужна. А ты тут крутить начал. Ну, что, тут лампочки же противотуманки недолго. Ну, это да. Но ты занимаешь, кстати. Я сейчас все сделаю. Место. О, что? А что? Что ты за возбуждение? Что ты за возбудился? Грю, место занимаешь? И что? Для того, чтобы туманки поменять, тебе не нужен подъемник. А для того, чтобы колодки поменять, подъемник нужен. Колодосы можно на танкрате махнуть. На улице. Нет. Вот и я не хочу нет на улице. Ты видел ураганы? Георгий Александрович лампочку поставил и даже помыл. Удивительно. О. О. А вот и наш потерпевший. Да. Долго терпел. Долго. Долго. Что таки глупости спрашиваешь? Конечно надо. Давай. Чувак. А вот. О. А вот. О, теперь стандартно все. Чпак, чпак, чпак. Теперь вообще хорошо. Оп. Ага. О, давай тест. Да, сейчас я пойму. А зачем? Нам же просто тест. Ну я так мало, лишь правый, левый, красный. Это да. Ну давай попробуем. Давай. А, глазки загорелись. О, Георгий Александрович работает. А, смотри. Тут синяя, здесь красная. Георгий Александрович предлагаю оставить так. У тебя че, ты че, дальтоник? Так камера передает. Ага. Так это. Я предлагаю так оставить. Если кто-то будет спрашивать, что с глазиком, скажешь, что коньякчувит. Привет. Че предлагаю все-таки доделать. А так все сделано, что ты? Смотри, я даже прикручивать предлагаю не надо. Причем этот гораздо ярче, чем этот. А че мы выиграем от того, что мы в сток вернем? Ты где был последние полдня? Я тебе говорю, меня запарило, а эта хрень все время дохнет. А ты когда лампочку ставил, ты ее потрогал? Конечно. Так, в инструкции написано. Да, конечно. Причем потной рукой. Да. То есть как бы специально. Подмышкой. Подмышкой. Да, все. Все, право-лево. Три раза плюнуть. Нет, не так. А вот это было мерзко. И что? Ты сейчас колокки скажешь. Ты сейчас колокки будешь менять. Вот это будет мерзко. Давайте я эту прикручу, эту поменяю. Давайте быстрее. Все-таки подъемник занимаете. Время оно это. Ногти постриги. Осень, осень. Листья сбросим. Или как там было? Короче, пришла осень. Антипыч, чтоб не погнил здесь, мы, короче, ему немножко подсобим. Либо помочь, что ли, грязь туда напихать. Ну ладно. Георгий Александрович, ну что? Все, я засадил. Засадил. Давай чекнем тогда оба глазика. Посмотрим, на что он, типа, сейчас способен. Ну завелся уже хорошо. О, е! Е! Четко. Четко горят. Все, так и будет. Так и будет. О, даже линия есть. Четко, хорошо. Все, меня все устраивает. Все, освободи подъемник. Освободи подъемник. Листики не добрал. Твоя тачка? Ты убирай. Ааа. Я тебя... Ты! Я ж тебя не прошу с клизмы пойти листья смахнуть. Там нет листьев. А что? Я не стую под деревом. И дерево на меня никакими там своими этими не капает, ничего не делает. Лакокрасное покрытие сохранено. Что-то тебе надпись провоцирует, да? Ну, естественно. Тон-тач вай митсубиши. И... Сергеич! Что? Я начал замечать, что Кризма что-то по зазорам вообще стрелять перестала. Что? Что? Жопа отваливается. Да, в натуре. Слышишь, Сергеич? Что? Ты знал, что у тебя жопа отваливается? А? Жопа отваливается, говорю. Не помнишь? Это закрыто. Закрыто. О! Да? После оффроуда, да? Жопу. Вы подождите, подождите. Вы в оффроуд что, кого-то в клизму в багажник запихивали? Не-не, он просто прыгал как парашютист. Как десантура. То есть лося не избивали в багажник запихивали? Не-не-не, нет. Лось у нас был... А, нет, лося не было в этот раз. Лося не был? Лося не был? Лося не был. Ежик был? Нет, ежика тоже не было. Мы сами были. Сергеич! Слушай, я на самом деле разделяю твое мнение, понимаешь? избавиться от чек-инжина, поменять свечи, лямбду, мне все вот это нравится, мне даже нравится, что лямбда, но на им, тут какой-то тюнинг, практически новый. Георгий Саныч, это будет работать, но это было снято, это было снято, ты просто это сказал с такую верность, это было очень смешно, будет работать или нет, скоро узнаем. Это заведомо рабочая машина. Это шклизма, она все выдержит. И кстати, Сергеич, я нашел тебе следующую машину. Брат. Смотри какие диски, барабаны какие, красные. Красные барабаны, белый лансер, пороги спорт, скамейка спорт, руль правый, платформа как на каризме. Мужик, смотри, мужик. Видите, что футная какая? А, да, смотри какой самец, самец, да, Сергеич, нет? А знаешь, двигатель такой же, подвеска такая же, все такое же, зачем менять шило на мыло? Цвет другой. И жопа не отваливается. На самом деле, вот что мне нравится в независимом эксперте, это то, что когда я чего-то делаю, там лампочки меняю, там не дай бог мотор капитал и все, вот этот ходит и все время подкалывает, но рано или поздно все меняется до неузнаваемости. То есть я хожу подкалываю, а Сергеич крутит. И вот этот стайл мне так нравится, потому что вот ощущение человека, который просто ходит и омывает, оно потрясающее. С умным лицом смотришь. Да, лицо попрой, покажи свечку. На, по заверениям некоторых она стоит 700 рублей, с чем я не согласен. Вот в таком состоянии 700 рублей? Нет, новыми. Сергеич, я извиняюсь? Да. О, богато. Богато, потому что лямпду я что принес-то, по-твоему, за что, за просто так? Богато, богато. Мне вот почему-то такое ощущение, что тут вся машина собрана с разборки. Б, безусловно. Она туда и уедет, конечно, в итоге. А если не видно разницы? Зачем покупать новые? Да, 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 да. Но она, слушай, она все равно по-прежнему первая в рейтинге надежности. Первая? После оффроуда-то, я уже думаю, она подпрыгнула даже. Не-не-не, ну да, да-да, после оффроуда она вообще подпрыгнула. Даже Рудольф Алексеевич, так сказать, не занимает ни первое место в рейтинге канала Независимый Эксперта. Соклизма, клизм. Он слишком еще мал. Он, можно сказать, младенец еще на канале Независимый Эксперта. Он слишком глуп, он не видал мужских причиндалов. Оффроудов. Кстати, да. Когда мы вообще поедем на оффроуд, господа? На БМВ. На БМВ? Да. Мы на Бигфуте уже ездили. А? На Бигфуте уже ездили. Не, то-не-то, то-то-то-не-то. То гражданский оффроуд. Пожалуйста. Что? Смотри. Хоп. Ой, я думал ключи от БМВ дашь. Нет, просто проспонсируй. И мы поехали. Постаньте. Ничего жаль. А, мне на секунду показалось, что ты туда кинул бумажку, да. Как? Она же знаешь, как сгорит? Ярким пламенем. Слышал? Ой, сейчас столько людей напишут, не кидайте свечи в колодце. А то что промажем мимо колодца. Только что подходил же, сука. Безусловно, это займет какое-то время. Тарас Евгеньевич, пока ты здесь пытаешься отвернуть лямбду, тут Алексей Михайлович задал очень интересный вопрос. В кулуарах? Да. Давайте. В кулуарах. Алексей Михайлович говорит, а давайте на Рудика запасной мотор привезем. Опа-ня, опаньки. Алексей Михайлович. Дебилы. Ты что-то нам не договариваешь? Почему? Алексей Михайлович, зачем тебе запасной мотор на Рудиках? Слово сказать, мотор М57 самый надежный мотор BMW. Да, согласен. Зачем тебе запасной? Что был? Я запасливый человек. Алексей Михайлович, ты что-то не договариваешь? Ничего. Он таймера нашел, что ли, запаску? Это Георгий Александрович обычно у нас. А что, ты лямбду отвернул? Прикинь. Красавчик. Когда в клизме что-то не откручивалось. Тут либо все отгнивало, либо откручивалось. Я помню, помню, да, вот как вот это вот было, да. Когда все откручивалось. Извините. Подрамники там закладные передних рычагов крепления. Да хватит светить-то в глаза, я уже не вижу. Там Макс уже насветил у меня зайцев в глазах больше, чем надо. Тыкается в глаза зайцев. Отлично, они разные. То, что надо. Вкручивай. А ты как будто не видел до этого, а ты... Это ремонтировать будет все равно. Хорошо. Посветите мне лучше. Я понимаю, в лицо, как всегда, все как... Давай в жерло, подожди, в жерло посветим. Что там почему? Тут наверное надо смазки поддать, да? Да, 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 да. Желательно той, которая пригорает. Чтобы пошло, чтобы пошло. Да, той, которая пригорает. Возьми литолечку из-под батареи. Я все понял. Алексей Михайлович. О, я лямбу намазал. Ничего. Зачем тебе запасной мотор? Я хочу его сделать. Так. Да, и положить к стенке. А нет, даже наверное не положить к стенке, а сразу поставить на рудик. А старый? Что с рудиком? Ничего, все хорошо. А старый что? Ничего. Чтобы быть уверенным. Пацаны, на что-то не подходит. Я не знаю сколько, но 57 мотор стоит нормально так, он скорее 80 и стоит. Ну, значит стоит столько. Ну, не знаю просто. Сергеич, во-первых, у Алексея Михайловича есть деньги, это первое. Это не вкручивается лямбда. Не вкручивается лямбда? Не. Ну и хорошо. Резьбу будем сравнивать? Так столько, что сравниваешь. Ну. Я не сравнивал. Я констатировал. Ну, что? Что? А дынь в адынь. А что ты там смазал? А на самом деле я просто в дырки позабивал. Я не уверен, что это совсем правильно. Зачем вы меня? Я в щелки причем. Короче, друзья. А, и это тоже сюда не вкручивается. А, ух ты. Может резьба левая? Сейчас, подожди, проверю. Левая? Так что у меня в ухо? Зачем на лямбде левая резьба объясниваешь? Только что же. Ну. Я все, я все. Ооо, Сергеич, завелось. Что завелось? Все, погасло. Хорошая серия. Смешная. Вкрутил. Молодец. Да ладно. Лямбду с левой резьбой. Да, 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 да. Алексей Михалыч, вот ты помнишь, когда ты троллил с этим, с вискомуфтой? Вот ты троллил еще тот, я тебе хотел сказать. Да. Помнишь, да? Может не надо, Михалыч, мы столько уже, вот зачем? Ничего. Зачем тебе еще один мотор? Чтобы был? А насколько сильно надо закручивать? Димас, Финавтопарт. Где? Как сильно закручивать? Ссылки в описании. Димас, я знаю, ты будешь смотреть это видео, нам нужен дизельный мотор М57 в запас Алексею Михалычу. Что? Сильно закручивать? Ха-ха-ха. Да это уже не важно, все на разборку. Да не сейчас же, но я на перспективу. А, тогда не сильно, откручивай уже, кому-нибудь надо будет. Ошибки сбрасывает. С газом? Да. Детская мылочка. Как смазочка уже обгорела на лямбде, наверное. Чувствую, пахнет. Да, прям пахнет нишняк. А где специальные функции? А, это ж не BMW. Извиняйте, извиняйте. Ну, видишь, ошибок нет. Да, да, да. Пока просто нечему. Ха-ха, еще ничего не отсканировала. Сейчас, как обычно, 131 ошибка по двигателю. О, я же говорил, да, 132. Где-то вспышка лишняя прошла. Ну, ладно, посмотрим. Сейчас сотрем, посмотрим, что будет. На 100% зависло. Электропривод двери, видишь, сканирует. Все могло быть в этой машине. Электропривод двери. Ну что ж, у тебя не есть. А что такое электропривод двери? О, служба диагностики выполнена неудачно. Запустите ее снова. Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Здесь нет кончейки. Ну, успокойся. Все равно рубанем. Все равно рубанем. Я пока все раз ударю, а там потом... Ты мне лучше скажи, что такое электро... Что? Нет. Народоводный? Нет, электро... Да что вы с ним бьетесь. Электропривод двери. Электропривод двери. Активатор. Центральный замок. Ничего себе, ничего себе. Что опять-то? Попытка подключения Bluetooth не удалась. Так. Слишком далеко отошел. Ну да, я слишком... Я в метре нахожусь. Чех еще горит. Вот так, блин. А там человек идет. А я что, не человек? Давай колодки поменяем, а потом все остальное. Да нет, давай аккумулятор скинем, и что шибко сама скинем. Какие они масенькие-то, а? Нет, Дисаня, смотри, как хорошая колодка с той стороны. Да? Да, это внешняя. А внутренняя? Вот это внутренняя. Чувствуешь разницу? Да. А если не видно разницу? Ха-ха-ха-ха. Может просто тогда переставить их? Да, предлагай так и поступить. Нет, я купил новый. Поменяли. Я думаю, здесь такая же беда. Ты, наверное, качественные купил, да, твои запчасти? Я, конечно. А мы другие когда-нибудь покупаем? Да, никак. Тем более на клизму. На клизму. Ты что? Где эти супер качественные запчасти? Вот они. Все, кто? Вот они. А сколько стоили эти колодки, Тарас Сергеевич? 400 рублей. 400 рублей? Есть, смотри. Что? Передние есть. О, тут еще скрипуны есть, слышишь? А? Тут даже скрипуны в комплекте. Убивительно. Вот, вот передние, смотри. Почти новые? В смысле? Вот, передние будем эти ставить. А, мы вот эти будем передние ставить? Да. То есть передние не новые. Почему новые? Не новые. Смотри, вот новый. Нет, я понял, но они уже стояли на машине. Да. То есть они не новые. На клизме стояли. Новые. А, то есть ты сохранил их. Да. А вот эти назад. Новые. А эти в зад. Но недорогие. Да. А эти на клизме стояли. А это, блин, даже видишь, скрипун есть. Как ты говоришь, все четко, все подойдет. Главное, что от этой машины работать будет. Наверное. Надеюсь. Клизма. А у нее прям колхоз приуныл в фаре, да? Юрий Александрович, здесь никакого колхоза. Я вам хочу заметить и подчеркнуть. Огстись, окуянный. Ну? Макс. Огстись, окуянный. Ну? Мы сейчас здесь все это сейчас подрихуем. Александр Львович, привет. Да, только нам теперь надо... Арсенчик, привет. Где прав, где лев? Ну, поиграйте. А, это лев. А у нас какая? Левая сторона же, правильно? Ну, да. Средняя. Средняя? Максор, спасибо, а тебе за совет. Да. Так. Сейчас починим. Да, пожалуйста. Тут делов-то. Хватит смотреть на попу клизмы. Не засматривайся. Да нет, нет, нет. Листики, все. Осень. 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 Александр, через сколько будет такой антипочек. А, я думаю, что долго ждать не придется. Да? Да, природа. Природа, она сделает все достаточно быстро. Какая-то несчастная. Такая-то несчастная. Мужчина? То есть, это все едет, и это под колесо так. Бля-бля-бля-бля-бля. Давай починим. Оп. Все, починили. А вот что-то упало. Я знаю. О, опять сломалось. Какой? Тридний. Ну, тридний нормас, мы поменяем. Чего вы тут и... Балтики такие, мощные. Так сильные. Ну, да? Вообще. Не в жизнь не оторвет. Вообще. Они сотрет до половины, но не оторвет. Никогда. Красавчик. Ну. А тут-то какая бубука большая. Такая мне не подойдет точно. Пойду возьму в размер. Давай. Давай. Самостоятельно. Уже сделал четыре свечи, одну лямбду закосячил. И два задних колеса, четыре колодки. Ты же мне не скажешь, зачем он прибудет для жима? Ничего, отвертка по старинке, по дедушке, но у меня тут не работает? Нет. А, да? Потому что это К-культура, Т-труда. А, это так называется. Ну, видишь, я же еще никому не подходил, ничего не спрашивал, что как делать. О, Крабан, ты подрос. Простишку меня. На бух. На бух. Ты меньше ни фразы, не купайся, и все будет хорошо. Так, смотрим вот так. Оба, пожалуйста. Опа. Так. Вот, Сергей вспотел. Все, и закончил. Да, да, да. А это значит, что все готово. Да. Колодки старые, так сказать, новые, там, новые. Можно пристреливать колеса и, так сказать, на всей этой волне снимать финалочку. Да. В принципе... Супинаторы проверить. О, да, детка, слова-то какие. Да. Колодки стоят. Да, вот здесь... Никто не помогал. Хорошо. Здесь колодки тоже стоят. Супинатор. Супинатора нет. Супинатор. Вернись. Я все прощу. Отмечай. Здесь? Да, да, да. Здесь та стоит. Окей, Google. Ну, а здесь, соответственно говоря, друзья, вы видели. Поэтому мы сейчас... Здесь супинатор тоже здесь. Пристреливаем колеса. Да. И снимаем финалочку. Нормально, хорошая истерия вообще. Но Алексей Михайлович, конечно, удивил. Реально удивил. Оставлю тебя этих электрических змеи. С лампочкой. На новогоднюю елку. В клизму ксенон. Еще больше ксенона. Друзья, как говорилось в нескольких сериях Южного парка, сегодня мы узнали много нового. Прежде всего, до некоторых людей в лице меня, ну, порой тоже иногда долго доходит, что лучше столько, тяжело что-то себе представить. До некоторых не доходит вообще. Даже без секрета. Года пройдут и все придет. Да. Короче, чтобы что-то работало долго, упорно и фанатично, лучше оставить так, как это задумал завод-изготовитель. Там умные люди делают. Что ты? Страшное дело. Страшное дело. Помимо прочего, значит, огромный респект и уважение компании «Финавтопартс» за противотуманки для Георгия Саныча. Ссылки будут в описании. Это контрактные запчасти с Европы. Отправка регионы. От независимого эксперта будут скидки. Более того, Тарас Сергеевич сегодня, да, ничего не сделал, в принципе, ничего сверхъестественного не произошло, но мы начинаем думать, что Алексей Михайлович что-то скрывает. Ничего не скрываю. В рамках мотора М57. Самый надёжный мотор. Просто так будет не сказал. Пацаны, давайте ещё один мотор на рулику соберём. Понимаешь, ты бы просто так это не сказал. Ты же не сказал этого месяц назад, там, два месяца назад. Ты сказал, вот именно сейчас. Да. Ну, я просто лежал, бессонные ночи, осенью, это как обострение. И вот почему-то так решил. Я всём не сидится. Скучно стало, жив. Да. Посмотрим, что будет. Мы сейчас с Алексеем Михайловичем всё-таки немножко его попытаем возле кофейного аппарата. Тарас Сергеевич Ныкает Ксенон. Всем мира, добра, удачи. Я не знаю, будут ли в этой серии мемасики. Но я бы сделал обязательно. И выложил в нашу группу ВКонтакте, ссылка на которую будет в описании. На колокольчик жмите, обязательно подписывайтесь. Всем мира, добра, удачи. Гараж Тулс, вы лучшие. До новых встреч. Всем пока. Пока. Да. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...